Всем привет! Новолуния достаточно интересная тема, но вместе с тем это время, когда сами звезды говорят нам о том, что пора бы задуматься о своих собственных целях, наметить план их достижения, шаги во время реализации. Но что важно все-таки понимать и знать? Самое сильное энергетическое время в новолунии это первые два часа. Это время, когда нужно взять лист бумаги, ручку и написать свои 10 целей, полностью прописать их. Но что делать, когда новолуния вдруг совпадает с тем, что мы куда-то едем, бежим, находимся на работе и уж точно нам не хватает времени, чтобы взять ручку и убежать писать цель. Или в это время мы спим глубокая ночь, мы отдыхаем и мы уж точно не побежим вставать и писать эти самые цели. Если происходит это, то нам нужно в течение всех суток новолуния найти все-таки время, взять листок и ручку и прописать свои собственные цели. Я думаю, достаточно будет времени в течение суток, когда мы можем сесть, успокоиться и написать важные свои 10 целей, которые мы хотим достичь. Это называется проработать цели. Вместе с тем, когда вы напишите 10 целей, вам нужно каждой цели дать свое название. Далее, после того, когда мы дадим название каждой нашей цели, нам нужно проверить ее на желаемость и реальность достижения. То есть, подумать, зачем мы хотим ее достичь. А для этого нам нужно ответить на три важных вопроса. Первый. Для чего нужно мне достижение этой цели? Второй. Что даст достижение цели по итогу? И третий. А на самом ли теле я хочу достичь эту самую цель? Или может она не моя, а навязанная кем-то, чем-то, семьей, родными, чужими? После того, когда вы внутренне поймете ответы на все эти вопросы, то тогда идем дальше. То есть, получается так, что когда мы проверяем на реальность и желаемость достижения цели, мы понимаем, «А моя это ли цель или нет? А хочу я ее достичь или нет?» Если вы твердо убеждены, что да, вы идете дальше. А если нет, то тогда нужно вычеркнуть ее из списка. При продвижении дальше мы с вами должны определить время достижения этой самой заветной цели. После времени мы идем дальше. И мы намечаем путь достижения цели. То есть, как конкретно мы ее достигаем. Следующий этап уже включается, это кто будет участвовать в достижении моей цели. То есть, кто будет, возможно, сопровождающим, возможно, поддерживающим. Кто будет участвовать во всем процессе. И последний заключительный этап, это каков предполагаемый, предположительный результат достижения цели. То есть, вы прекрасно понимаете, что вам-то зачем-то нужно достичь эту цель. Вот какой вы исход, результат видите, когда вы ее достигнете. Это важно тоже здесь учитывать и прописать. Этими всеми действиями мы показываем Вселенной, что мы готовы. Важно понимать, что этими всеми действиями мы запускаем определенный механизм, процесс и даем импульс. А первым шагом действия мы должны прописать в целях то, что мы можем прямо сейчас взять и сделать. И это уж точно запустит процесс. Важно это делать на новолуние, как я уже сказала. Ну, открыта Вселенная, открыт космос к нашим посылам. Поэтому именно в это время рекомендую это все делать. Ну, и не только я, естественно, рекомендую. Но также должна напомнить, что в течение двух недель мы можем эти цели корректировать, дописывать, изменять. Шаги немножко там поменять местами. Это все не возбраняется. Но в течение двух недель. То есть, а в первое время, в первые сутки, главное прям вот так вот поэтапно посидеть и прописать. Ну, естественно, при этом не лениться. Также еще напомню, что в новолуние в первые сутки от времени до определенного времени, вот допустим, если начинается в 9.41 новолуние, то в 9.41 до следующего дня сутки мы имеем право написать чек изобилия. Как он пишется, я неоднократно писала, и в актуальных сторис вы можете увидеть ссылочку на этот пост и почитать. Каждая новая новолуния я напоминаю вам о том, что вы можете заполнить этот самый чек изобилия и скидываю ссылку на PDF-файл, где вы можете либо же распечатать какой-то понравившийся чек, либо от руки прям взять и скопировать его, написать, но уже, естественно, под себя. Конечно же, данная важная информация хранится в актуальных сторис, поэтому переходите в мой профиль, изучайте его, подписывайтесь, а я в долгу не останусь, потому что даю достаточно информации, которую вы можете прямо сейчас применить и получить весомые результаты. Ну, а с вами была я, Юлия Жукова, всегда буду рада ответить на все возникшие вопросы, если они появились, пишите мне в директ, я обязательно отвечу. До новых встреч и желаю вам, конечно же, исполнения всех ваших правильно поставленных целей!